Всех приветствую, это первый взгляд на игру Airships Conqueror Skies. Давайте посмотрим, что к чему. Настройки для начала зайдем. Ничего я тут не менял, кроме того, что выставил полный экран. Так, моды. Моды можете получить, подписавшись на них в мастерской и перезапустив игру. Достижения различные, но я только запустил, так что буду тупить. Мультиплеер есть, то есть игра по интернету, не только по сети. Есть миссии отдельные, вот можно выбрать, но давайте посмотрим Академия, что такое. Так, основа, орудия, расположение, броня, ух ты сколько всего. Давайте со снов начнем. Доброе утро, кадет. Рад видеть, что вы присоединились к нам. Я Коммадор, наверное Коммандор хотели сказать, но не важно. Шварц Гольм, и я буду вашим инструктором. В течение следующих нескольких уроков я научу вас тому, что вам нужно знать о воздушных кораблях. Как они работают, как ими командовать, их сильные и слабые стороны. Начнем. Это ваш первый корабль, его величество корабль под названием Лев. Краткой информацией по управлению вы можете перемещаться с помощью клавиш со стрелками, с кнопками ВСД. Вы можете приближать и отдалять камеру, используя колесо мыши или кнопки плюсиков. Понятно. Ваш корабль состоит из прямоугольных модулей. На данный момент выделен модуль суспендиум камеры. Кристалл суспендиума, находящийся внутри, генерирует подъемную силу, поддерживая ваш корабль в воздухе. Камера может регулироваться, позволяя вашему кораблю двигаться вверх и вниз. Модуль с пропеллером генерирует движущую силу, что позволяет кораблю двигаться назад и вперед. Для того, чтобы работать, суспендиум камера и пропеллеры нуждаются в угле. Уголь хранится здесь. Члены экипажа автоматически носят уголь к модулям, которые в нем нуждаются. Конечно же, Лев не был военным кораблем, не будь у него вооружения. Эти три орудия будут автоматически стрелять в любой корабль, находящийся в радиусе их действия. Боезапас хранится здесь. Опять-таки, члены экипажа сами заботятся о перезарядке оружия. Ваша обязанность, как командующего, отдавать приказы и эффективно управлять кораблем. Эти помещения жильют для экипажа. Сверху. Слева на панели отображается, сколько моряков нуждаются в спальных местах, а также, сколько уже имеют их. Этот люк используется для снабжения корабля материалами. В зависимости от его размера, корабль может нуждаться в одном или нескольких таких люках или грузовых дверях. Наконец-то, этот мостик, с которым управляется Лев. Если мостик будет разрушен и останется без экипажа, вы не сможете отдавать приказы кораблю. Однако, он продолжит летать. Краткий курс по кораблю закончен. Настала пора для небольшой боевой ситуации. Когда будете готовы, нажмите старт. Лев находится в левом нижнем углу экрана, а внизу справа находится небольшое строение. Полное сепаратистов. Корабль готов к огню и значительно превосходит противника. Так что, бой будет легким. Вы можете приближать и одолеть камеру с помощью... Он автоматически стреляет. Ого! Какая-то я камера... Может даже... Знают про мухи... О, нифига себе, он прям разносит строение. Отлично. Мы разгромили пост повстанцев. Давайте перейдем к следующей части обучения. Все, типа, миссия закончена. Он у меня все ликуют. Окей. Так, ваш следующий корабль «Медведь». Для повышения выживаемости корабля «Медведь» оснащен пожарной точкой. Две огромные бочки с водой позволяют экипажу бороться с любым пожаром, который может возникнуть во время боя. В настоящее время боевой корабль «Медведь» обезоружен. Для завершения этой части подготовки установи одно или несколько пушек. Чтобы выбрать пушку, нажми на нее на панели слева. Затем нажми на сетку, чтобы поставить оружие. Так, чтобы выбрать пушку, нажми на нее на панели слева. Затем нажми на сетку, чтобы поставить орудие. Как на нее? Вот так что ли надо нажать? Затем нажми... Подожди, как? А, вот, типа. Затем нажми на сетку, чтобы поставить орудие. Пушку необходимо подключить к кораблю. И оставить свободное место перед ней, в местах, где можно подключить модули, из корабля выходят виртуальные палубы. Если модули корабля подключены не полностью, в правом верхнем углу появится предупреждение. А, то есть вот сюда ее надо. Вот да, здесь такая беленькая фигулька даже появляется. Если нужно снова убрать пушку, выбери удалить модуль на панели слева и нажми на пушку. Когда ты расставишь все оружие так, как нужно, нажимай на чате и начинай сражаться. Так что ли? Так, так. И что еще? Четыре пушки типа. Все? Ну сюда-то ее нельзя уже поставить, я так понимаю. Медведь обнаружил другой маленький форпост повстанцев. В данный момент вражеское строение не в радиусе огня пушек корабля, потому что оно слишком далеко. Для того, чтобы это исправить, выберите команду движения в командной панели внизу. Контур корабля появится у курсора. Нажмите, чтобы переместить корабль к месту расположения контура. Двигайте корабль внизу. Так, это как? То есть я его выделяю, потом сюда, что-то, и право, и кумыш или как? Уничтожные силы не ровут. Блин, они меня обстреливают и... Как вы, блин, предлагайте мне переместиться? Сюда, что ли, движение? А, да, вот, правильно. Яблочко. Стреляет? Все, да, он стреляет. Нет доступных целей. То есть надо его еще разжечь. Вот, да, на более успех ваше обучение продвигается хорошо, окей. Далее мы узнаем, как расположить ваш корабль, чтобы избежать вражеского огня. Для этого упражнения в вашем распоряжении корабль Леопард. У Леопарда есть ремонтный отсек, где лежат инструменты и материалы, которые позволяют экипажу частично чинить поврежденные модули во время битвы. Нажмите старт, чтобы начать. Так, в этот раз мы столкнулись с более серьезной проблемой республиканской оборонной башни. И прямая атака Леопарда, скорее всего, провалится. Однако у этой башни есть одна слабость. Почти все ее пушки смотрят в одну сторону. Чтобы извлечь из этого выгоду, переместите свой корабль так, чтобы быть вне зоны достигаемости пушек башни. Снова выберите команду двигаться на панели внизу. Нажмите повернуть или нажмите F для поворота вашего корабля. А затем кликните выше за вражеской башней, для того, чтобы приказать вашему кораблю двигаться туда. Да, при том, что пушки... Ну, понятно. Вернуть на F вот так, что ли? Красные дуги огня вашей пушки означают. Понятно, да. Что-нибудь, да, там. Что-то, 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 что пушки нацелены на врага и даже не надо разорвать. Ой, не-е-е. Я истекаю кровью. Кто-то метанцелес. Убили человека. У кого? У нас или у них? Кто-то мастекает дом. А, они докладывают. Пожарная щас. По H46-50. Тут у меня. А, нет, у H46-50. У них каждые 34-х. Берприпасы 49. Встава на всех скидер. Вдыхаюсь, что-то делать, даже звуки. Какая на фазаре оказывает. Интересно, как там в мутиплеере. Сейчас тоже посмотрим на мутиплеер. О! Сравняли вообще с землей. Отлично, с помощью вражеского маневра вы поразили более сильного врага. Это легкий военный корабль Тигр. Необходимо пойти против вражеского военного сооружения со стрелковым вооружением, которое чрезвычайно эффективно против легкой брони. Поэтому, прежде чем идти в бой, мы должны улучшить броню Тигра. Сверху модели находятся дополнительные слои конструкции корабля. Броня, покраска, отличительные знаки. Вы можете переключаться между этими слоями, используя кнопки на панели слева. Последние два слоя чисто декоративные. Сейчас нам нужна броня. Выберите ее. Броня. Сейчас Тигр защищен лишь деревянными стенками, и они настолько тонкие, что их можно пробить хорошим ударом. Чтобы выдерживать попадание пули из винтовок, к кораблю требуется хотя бы стальная броня или усиленная деревянная. Выбирай один из этих типов брони в списке слева, и затем перетащи новую броню на корабль, чтобы установить. После улучшения брони корабля нажми начать. Так. Ух ты, там есть драконья шкура. Сколько у меня бабла? 100,625. Я могу драконью шкуру попробовать или нельзя ее? Как? А как ее? А, вот так вот что ли? Типа замазывай все. Драконьей шкурой. Нифига. Нифига себе. И самую дорогую броню вроде бы поставил. Вроде она круто впитывает. Впитывает 12 взрывного урона, а это 15. 6 бронебойного урона, а это 5. Ну да, вроде она такая. Теперь давайте посмотрим, достаточно ли новой установленной брони. В этот раз наш урак обладает винтовками, смотрящими в обе стороны, поэтому мы мало что можем сделать во время маневрирования. Хотя мы достаточно далеко от нашей цели, оружие стало более точным за счет уменьшения дальности атаки. И в данный момент мы дальше эффективной стрельбы для стрельбы дистанции пушек Тюрглера. Подойди к вражеской башне поближе, минуя плавающие скалы. Корабль будет лететь довольно прямо и автоматически остановится, если его капитан надумает разбиться со скалы. И вот так вот что. Передвигает тигра еще ближе до тех пор, пока не видишься, что его пушку не будет страдать по цели. И вот так он будет страдать по цели. Тип-потерезарядки потрачено. Там еще кто-то отстреливает, они уже все там возрушились на самом деле. Как видите, более тяжелая броня достаточно эффективна для защиты вашего корабля. Конечно, это не дается даром. Более толстая броня дороже и тяжелее, что уменьшает предельную высоту. Максимальная высота, на которой может подняться корабль. Разное вооружение подходит для разных ситуаций. Орудие легко может пробить броню, однако оно медленно стреляет. Винтовки дешевые и могут быстро сносить менее бронированные цели. Гранаты причиняют много урона, однако имеют невысокую дальность. БВ-корабль Дикобраз практически готов, но ему не хватает вооружения. Выбери оружие на панели слева и установи его на корабле. Проверь, что все подключено как надо и что ты не уходишь за рамки бюджета, как ранее ты видишь предупреждения в правом верхнем углу, если они будут. Так, собственно, в винтовке, а как, а как, 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 то есть вот здесь только оружие я могу подключать. Давайте да, винтовку одной сюда. Так, гранаты, что там за гранатами там? Давайте гранаты допустим, что сюда что ли? Орудие, давайте да, орудие наверное сюда, куда еще, то больше некуда. Что оружие? Что за оружие в смысле? В чем разница-то база? А, ну, короче, два орудия поставлю и вот это вот протестировать. Теперь давайте посмотрим, как ваш проект сработает против вражеского военного корабля. Помните, что вы можете использовать команду двигаться, чтобы передвигать ваш корабль для получения преимущества. Заметьте, что некоторое время после отданного приказа вы не сможете давать указания. Но у него пушки только спереди, так что я попробую сейчас его обойти, но я сомневаюсь, конечно, что он будет тоже стоять, типа тупить. Опа, вот так вот. Опа, вот так вот. Опа, развернулся, падла. Давай, блин, граната. А, они вообще снесли, по-моему, даже гранаты. Они вообще снесли гранаты. Отлично. Все, им даже стрелять нечем. Победы, вы находитесь, наверное, прийти в становлении полноценного кораблестроителем. Наземные корабли идентично воздушным, нихрена здесь еще наземные есть. Однако, вместо того, чтобы левитировать с помощью суспендиума и перемещаться с помощью пропеллеров, они ездят на гусеницах. Эти гусеницы двигают корабль Улан. В сравнении с воздушными кораблями, наземные быстрые и выносливые, но медленнее ловкие. Для них доступны более большие гусеницы, а также роботизированные ноги. Как и ранее, вы можете выбрать вооружение для вашего корабля. Добавились два новых модуля под категорией вооружения. Зенитки имеют направленную вверх дугу огня и требуют свободного пространства сверху. Спинные турели обладают широким радиусом огня, однако требуют свободного пространства сверху и бокам. Как только вы сделаете выбор, нажмите старт для начала боя. Так, начали бы зенитки вверх. А я могу... О, я могу это, да? Или как? Ну, то есть одну зенитку на всякий случай установить. Правильно. А спинная турель... А, ну-ка, а обычная тоже, что ли, могу орудия сюда поставить? Да, могу и обычная, кстати. А спинная турель широким радиусом, однако требуется свободное пространство сверху и по бокам. Типа дофига пространства требуют. Ну, если сюда, я не могу установить. А куда ее установить-то могу сверху и по бокам требуют? Похренам. Вот так, что ли? Я не... То есть, типа, либо зенитку я... Ой. Один из ваших моделей недоступен для основного тела корабля. Если вы посмотрите на полу лестницы вашего корабля, вы увидите никакой возможности добраться на него. Так, я понимаю. Хорошо, как мне убрать-то? Так, обратно, Z и еду обратно. То есть, мне спинную турель, типа, установить надо или что? Да, ну, здесь я ее не смогу установить. То есть, ее надо устанавливать только сверху, типа, она требует места. Окей. Ну, еще я зенитку хотел, извините. А, вот. Вот так вот тогда зенитку, знаешь, здесь. Ну-ка, зенитку еще здесь можно? Да, отлично. Все зенитками утыкал. Так, вот здесь уже нельзя. Все. А что я старт? Ну, я сделал выбор. И еще, типа, они хотят, чтобы я не орудие установил. Что такое, блин? Почему старт я не могу нажать? Так, спинная турель. Ну, сюда, что ли, в центр сами поставить или что они хотят? Один из вас шахмодуль недоступен, если вы посмотрите. А, полы и лестницы, я понял. Короче, чтобы спинную турель установить, нужно ее прямо под эту установить. Вот, да, да, да. Там, видите, даже вон, лестницы рисуются. То есть, вот так, что ли? Подожди, или как? Во. Что-то, блин, короче, мистика какая-то. Вроде у меня так и стояло, наверное, не совсем так. Ладно. Так, зенитка. Зенитка. А, стоп, теперь до них нельзя добраться, да? То есть, я могу так вот запустить, но до них, типа, нельзя добраться. А так вот, тоже нельзя до них добраться, до зениток. То есть, я могу только один тип выбрать, да? Блин, жаль. И никаких, может быть, там, знаете, можно было бы как-то, что-то, я не знаю, сделать. Ну ладно, пусть вот эта пушка одна будет госпитной. На все раз, ваш корабль противостоит высотному рейдеру, летающему с помощью баков суспендиум пыли. Хорошо, значит, что я это. Блин, только одна у меня пушка, правда, ну а что делать? Такие гусеники, ну вот, прям, танки. Ну тут, конечно, если бы я много зенитов установил, то было бы круто. Но, с другой стороны, никогда не знаю, что на меня-то не упадет. Отлично. Жаль, что я еще не могу выбирать, куда именно стрелять, там, типа, такие... Хотя, может, не можно, потому что... Повезло, повезло. Блин, только скажи, что ты можешь стрелять, пожалуйста. А, вот теперь надо, да, теперь надо пониже ему позицию занять. А то прекрасно спрашивать, лучше не стрелять. Так что не зря, да, я зенитки отказал, слышно, я зениток. Во. Идеальная позиция. Огонь. Да, ладно, нет доступных целей. И что же делать-то, да? Что, ехать-то? Как интересно, видите, то есть, вот так. Поперся. Может, надо было винтовки какие-то еще сделать, чтобы он не проморгал. Так. А, да, винтовки есть, да, я проморгал. Винтовки, наверное, стоило тоже. Как, как их повернуть? Что-то они не вращаются на F. Собственно, орудия как? Здесь же можно установить, по идее, нет? Ну, ладно. Так, я все установил, а в чем проблема-то? Вот, теперь могу, то есть, одну сюда пушку нельзя все-таки ставить. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно, играю, интересно, как там мультиплеер. О, горят, отлично. Ну, здесь, на самом деле, можно было так пройти, точнее, поставить сверху больше зениток. Они быстрее бы его били, а сбоку вот этими пушками я бы все как бы доделал. Отлично падает. Ух, кто еще борется, борется за высоту. Так, теперь мне надо развернуть его. Все, и гранаты могут кидать, и все. Они быстрее, когда соргачиваем, наверное. Ну, ладно, не страшно, гранаты есть. Кинтовки. И на меня упало, блин. Далее я научу вас, как управлять флотилиями из нескольких кораблей. Вы будете командовать небольшим флотом из трех кораблей класса Леопард. Боя начнется с выбора первого корабля. Для выбора иного корабля кликните на него или нажмите ТАП. Сложить корабль и так, чтобы держать противника в поле зрения. Как-то порой убирают. А, вот как-то они уделяются, типа. Ну, все, изи. А, хотя, ну, все, я не знаю, вот, как-то они уделяются. Почему же этот, ну, приказ на механизм, дал приказ бы? Все, отбили. Блин, столкнулись у меня. Вы успешно командовали небольшим флотом, но не совсем успешно, конечно, но я понял ошибки. Это корабль Дракон. Как и ранее, этот корабль имеет все за исключением оружия. Хотя в этот раз вы вольны редактировать проект, добавляя и удаляя модули и меняя броню. Ваш бюджет 1600. Следите за вашим проектом, просматривая информационную панель слева сверху. Как только вы будете удовлетворены проектом, нажмите старт. Нифига, тут еще склад боеприпасов, всякие фигни я могу. Но у меня тут вроде бы есть все. Все, за исключением оружия он имеет, окей. Ну, сверху давайте установим зенитки. Один из ваших модулей, понятно, опять эта хрена. Не совсем еще понял, типа лестница, только вот где лестница, типа сюда. Подъем, суспендиум, камера, так. Как-то лестница, что мы можем здесь проектировать или что? А если вот так вот они будут? Да. То есть их одна из другой надо, типа, ставить. Сколько зенитка-то? 124 стоит. Недостаточный средств для постройки корабля, да ладно. Так, ладно, одна зенитка или сколько? Дофига за зенитку, извините. Лучше тогда спинную турель поставить. Так, далее. Орудие. Раз, орудие, два. Далее, винтовку. Гранаты для самого ближнего боя. И еще одну винтовку. И, соответственно, винтовку перевернутую, можно ли, типа, для того, чтобы сзади... И лучше орудие перевернутую. Все. Все, вроде установил. Старт. В этот раз ваш корабль будет предстоять двум врагам. Посмотрим, как он приустрелится. Я тебе скажу, как... Пи-и-и. Дальше. Снимаем. Так, мне так сразу не достанем. Смонял. Поворачивался. Ух ты, они его пытаются снизить, подрезать. И надо, ну, тоже снизить, потому что там орудия не справляются. Отлично. Отлично, ваш корабль доказал свою эффективность в бою. Окей. Пришло время создать ваш первый корабль с нуля. Собственно, вам надо создать десантный корабль для абордажа вражеских кораблей. В конце списка модулей есть категория войска, где есть казарм. Установите одну или несколько казарм в ваш проект корабля. В этом упражнении обычное вооружение недоступно. Так, войска. Вот войска, бараки. Размер цвебежи 750 следи за предупреждением в правом верхнем углу, чтобы установить все проблемы с конструкцией. А, с нуля корабль. Так. Ну, типа надо для начала выберите модуль из списка и нажмите на пустой экран, чтобы добавить его. Ну, наверное, капитанский мостик. Коридор следит. Пожарная точка. Пожарная точка будет, я не знаю. Движущая сила нужна суспендиум камеры. То есть, вот так вот что ли? Недоступен, да. Один из модулей. Типа, нужны коридоры с лестницей, типа или что? Вот так. Суспендиум камеру туда можно установить? Недоступен все равно. Ну, а лестница там снизу должна, да, типа подходить. Мммм, коридор с лестницей вот так вот что ли? Недоступен все равно. Да че ж такое-то? Ну, а как, вот так вот? Так, вроде я создал. Проход в обе стороны для поставок и людей. Ммм, блин, только люков всякие, ремонтный отсек. Так, а вот так он сможет? Да, отлично. Угольное хранилище. Ммм, люк снабжения, типа. Там бараки нужно, да. Имеет движущей силы. А, пропеллер, типа надо. Ну-ка так он будет? Нет. Вот так вот. Укорабление экипажа. Так, войска, бараки, ресурсы. Прокомандование, экипаж, капитанский мостик. У меня уже есть. Помещение. Так. А, бараки я сделал уже же. Да, вот они же, бараки. Так, и че еще? Броню можно попробовать. Хотя бы деревянную броню или че? Или усиленную деревянную броню. Пушек тут типа нету, да? У меня. Давайте попробуем след. Размер твой бежит 750 следи за предупреждением в право вверх. Могло, чтобы установить все проблемы с конструкцией. Хорошо, че, броню получше взять, че? Да все, нет, не хватит. Массивная каменная стена. Короче, нет. Вот так вот. Но я спереди попробую тут эту броню получше, конечно, поставить. Все. Теперь ваши морпехи могут брать на абордаж вражеский корабль. Для этого выберите инструмент абордаж на панели снизу и кликните по вражескому кораблю, чтобы выбрать его как цель для абордажа. Как только ваш корабль будет готов для следующего указания, перенесите его поближе, немного выше вражеского корабля, чтобы морпехи могли перепрыгнуть. Да, они меня сшибли, ёк. Сразу. Я упал. Че это? Мой корабль не летает. Не летает. Так че, он просто сразу падает, что ли? Да, он вообще не это. Жупа. Так. Максимальный подъем 1 метр. Почему? Че-то я не так сделал. Ладно. Суспендиум камеры, что ли начать. Максимальный подъем 162 метра. Капитанский мостик. Так. 88 метров максимальный подъем. Наверное, я... Да, я всякие пожарные ухренит, лишнее все было, короче. Бараки, ладно. Максимальный подъем. 28 метров. Максимальный. Бараки. Что я их почему-то не могу сюда. Ну, вот так вот тоже нет. Так. Уголь. Сюда. Так. Бараки. Сюда. Макс подъем 0. Почему 0? Еще. Суспендиум камера, что ли? Типа их несколько нужно или ничего? Да, видимо. А все, у меня, блин, бабла столько не хватает, чтобы несколько суспендиум камер установить. Извините, не 240 стоит. Вы совсем охренели. И что мне делать? Так. Ладно, пропеллер нужен, правильно? Это макс подъем минус 11. Нет экипажа. Корабля слишком тяжелый для полета. У корабля нет экипажа. Корабля нужно больше. Люкоснабжение. Так. Где там люкоснабжение? Вот это что ли? Корабля нет экипажа. Питанский. А, помещение еще надо. Охренеть, а. Корабль слишком тяжелый для полета. 16. Хорошо. Как мне сделать его слишком? Броню, что ли, всю снять? А, у меня, наверное, броня, потому что, типа, слишком. Да, вот броня слишком тяжелая. Без броней, короче, слишком тяжелая. Так вот нормально вроде. Давайте попробуем так. Так, выбираю на абордаж. Конечно, он очень слабенький. Охрен. Все, абордаж, наконец-то. Допрыгну? Женей, ваш корабль был при этом. Например, сейчас можно после дороги прыгнуть еще раз. Надо тогда броню получше. Не знаю, у меня сейчас усиленная деревянная была. Нет, не усиленная была. Давайте попробуем усиленную деревянную броню. Цель ли я абордажа я выбрал? Давай, прыгай, Ю. Десантура. Да-с. И теперь надо вот сюда, вот пярос. У меня, конечно, корабль не будет. Выспешно захватили ваши корабли. У нас будет чей-нибудь. Захваченные корабли могут сражаться на вашей стороне. Есть у них достаточно монпехов для использования оружия. Окей, настало время для финального теста. Вас ожидает большой вражеский военный корабль. Ваша задача сконструировать корабль и победить врага. Ваш бюджет составляет 2000 и еще больше разблокированных модулей. Так. Ну хорошо. Начнем с суспендиум камеры. Угольное хранилище, естественно. Капитанский мостик. Так. Помещение нужно, естественно. А, нет. Так. Ну, на этот раз будем биться, наверное. Нужно, конечно, взять что-то от этого. Так. От пожара. Пропеллер. Ремонтный отсек тоже. Нет. Магнессик. Вот так что. Да. Наблюдательный пункт. Приценивание может улучшить корабль. Больше рукоснабжения нужно. Ага. Так. Выприпасы для корабля. Так. Вот так что ли? Где там люк? Вот так, нет? Минем один такой. Ну охренелый. А так что ли? Или как? Куда люк-то они бы хотя бы показали, куда его можно добавлять, вот так. Так, вкладываю припасы. Ага, то есть он так вот сбоку пропускает. Так, стальное люк-снабжение. Так. Давайте орудие сделаем. Так. Люк-снабжение вот так, что ли? А так вот, что нельзя, что ли, сделать? Почему-то нельзя. Ну, будем, значит, спереди их долбать. Так, они меня задолбали с этими. Не, ну, на самом деле прикольно. На самом деле прикольно. Но, конечно, сложно. Так, помещение у меня уже есть, да? Да. Ой. Наблюдательный пункт у меня есть. Совсем понятны эти принципы, по которым, то есть... Так, и сколько у меня экипаж? 12-3. Рекомендованный экипаж еще больше. То есть как мне, вот в чем... Где-то я могу строить эти штуки, а где-то не могу. Вот. Интересно, какие принципы. Здесь две лесенки, окей. То есть только там, где лесенки, что ли, я могу? Получается. Экипаж 24, рекомендованный, так, окей. Во-первых, сразу давайте броню самую лучшую возьмем. Чтобы от этого, как бы, плясать. Сколько у нас осталось денег? Ну вот, уже не так много осталось. Спинная турель. Спинная турель. Нет, не доступен. Хрен он знает, давайте попробуем. После того, как вы уничтожите врага, вы докажете сами себе, что готовы проектировать себе виды кораблей и вести их бой. Не, я, видимо, не уничтожил врага, слишком у него много пушек, у нас резко слишком много. И они еще не стреляют. Не стреляют, гады. Так. В чем проблема? А, вот коридоры, понятно, здесь можно добавлять. Только на правую кнопку мыши что-то они ни хрена не удаляются, если честно. Клеер это вообще весело стирается. Так, ладно, сейчас. Так, в общем, такой вот корабль я спроектировал. Сам, не знаю. Так, что-то у меня так, он, больше лика снабжения. Да что ли я тебя подрала? У меня задрали со своими люками снабжения. Зачем они нужны? Чего? Так. А, вот вроде нашел, вот сюда просто люк снабжения. И все. Или нет? Вот же он, блин. Да гады. Так. Так, достаточно. Да спинную турель, что не получится поставить. Больше люков снабжения нужно, они охренели. Что за требования дебильные, просто. Дебильнейший. Так. Так. Все. И броня на самое лучшее стоит. Погнали. Как тебе, такое понравится, Илон Маск. От моей пушки, грань, прячется. Маск, не носи плату. Ну, по крайней мере, я хотя бы с ним уже могу перестреливаться. Блин, у меня все пушки. Блин, у меня сшибли. Подождите, бой продолжается. Все. Он занял позицию, я крутую. Ну, гад. Ну, ладно. Ну, хорошо. Я не знаю, просто маленький киль, допустим, добавлю. Вот такой вот для дополнительной брони. Давайте так вот посмотрим. У меня теперь маленький, охренеть. Я выше не могу, и он теперь, меня теперь этим, как бы, достает. Ладно, вроде бы, мы его тоже достали. Ладно, вроде бы, мы его тоже достали. Вот так вот. Вот так вот. Нормально, в принципе, он так обходит и отстрелялся, хотя нифига не поможет, как бы надо. Типа, куда надо стрелять? Ну не знаю, блин, за 2000? Не похоже, мы запилили мостик, потому что у нас... Блин, всё похоже. Гады. Знаете, что я сделал? Я сделал бараки. Блин, и вообще мне надо броню полегче, потому что у меня максимальный подъем элементируется из этой брони долбаной. Броню полегче, я сейчас повыше макс подъем. А почему макс подъем уменьшается? Хотя я броню тут легче делаю, как охрен она уменьшается. Так, не знаю. Снабжения недостаточно. Люкс снабжения, типа. Попробую, в общем, на абордаж взять. Не знаю, вообще смогу ли. Да мне взлетать как можно вышло, я походу не смогу. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Ребедь, прыгай, 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 прыгай. Попробую. Попробую. Прод 고яет-пропробую. Ну и быстрее, быстрее. Наato to water... еще была команда чем они взяли на бардашный еще малыш повалить поздравляем вы прошли академии теперь готова создавать дирижабли командовать ими теперь попробуйте себя в позе в таких сражениях и начните кампанию завоевания доступна в главном меню окей так все я все до прошел отлично все обучение хочу завоевание вот это вот типа компания новая игра ну давайте для начала новую игру посмотрю военная подготовка воздушные войска тяжелый герб можно свой создать новая игра показать подсказки размер карты сложность средняя царь смешанный архипелаг монстры нет исследование нормально ночи на геронг один так а герб то как тут можно дофига типа гербов всяких можно редактировать давайте вот такой вот создадим особо не буду заморачиваться просто посмотрю сейчас сначала хотя бы компании что там за вообще фигня как а потом посмотрю еще мультиплеер и все ваш домашний город ваши войска ваши города носят ваш флаг каждый захваченный город дает дополнительную прибыль но также нуждается в защите это ваш стартовый флот кликните по аниме вы сможете увидеть корабли находящиеся в нем на панели справа вы сможете кликать на отдельные корабли для их выбора перед тем как дать указания постройки вашего флота вы можете захотеть сконструировать другой корабль кликните на ваш домашний город затем выберите построить корабль выберите корабль в пределах вашего бюджета назовите его и нажмите ok нажмется конструирование после завершения ваш новый корабль присоединится к флоту подав свои первоначальные указания пришло время начать игру использовать обозначенные кнопки управления скоростью в любой момент вы снова можете перестанить игру нажимая на пробел По прошествии некоторого времени в вашу казну прибавится денег, которые вы можете тратить на постойку новых кораблей и сооружений. Теперь пришло время для разведки вашего первого завоевания. Пошлите шпиона в этот ближайший город, кликав по нему и выбрав послать шпиона. По прошествии некоторого времени, пока он будет, прокрадется, шпион начнет передавать информацию о городе. Вот это мой город, типа, а это какие-то другие города, да? Исследования, вот, тут еще технологии есть, интересно. Направо кнопку мыши может перемещаться, база с субсидией программы, так. Интересно. Воздушные войска, небесные гусары. Так, исследование, типа, я выбрал детали империи, города, обслуживание, атак, итог. А что я там могу за сооружение строить? Сохраняться можно, так. Так, плюс 73 бакса мне приходит двигаться. Проектировать танк, постель, корабль, спроектировать. Можно, ну, танки, да, которые мы смотрели. Так, а прибыль? Укрепление, укрепление. Слэш-шпиона за 100 баксов, смотреть город. Нифига себе, это у них такой корабль. А где мой-то корабль? Вторгнуться, ну-ка. Где это? Это мой, что ли, корабль? Да, это мой корабль, а это их, типа. Тарт. Вот я могу, собственно, выбирать. У меня, конечно, шлафовский корабль, я сейчас просу. Я просто, просто, просто стильную, короче. Тут меня еще обстреливает город, что ли? Да, но это, конечно, слишком далеко. Понятно. Я понял. Я понял, окей. Так, дайте посмотреть мультиплеер. Присоединиться к бою мультиплеер. Нифига себе, сколько тут. А, ну, в принципе, не так много, но... А, это чат тут. Завоевание. То есть тут есть игры на глобальной карте. Правда, пинг нереальный. 433. Или что это? Это что, пинг такой? Ну-ка, создать игру. 2000, только один корабль. Дирижабль на земные корабли. Ранг. Тут есть готовые пресеты кораблей. То есть можно выбирать... Кем будешь играть. Видимо. К другим я что-то пока не могу присоединиться. Но тут две игры, вот. Можно создать игру завоевания. То есть, как там будет глобальная карта, я так понял, да? Да. То есть у каждого какие-то гербы свои, еще что-то. То есть полноценная стратегия. Ну, в общем, с друзьями поиграть, если договориться заранее, то сойдет и пинг будет нормальный. Просто у меня пинг такой, наверное... Хотя, не знаю, тут игры будут проходить на вашем сервере локально или на сервере игры. Но игра такая. То есть свою публику 100% найдет, соберет. Ладно. Строчите комменты. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь.